Вроде бы что сложного установить светофор, но оказывается иногда для этого приходится обращаться лично к руководителю региона, как верит Регубова из Краснодара. Только просьба через губернатора помогла решить проблему, которая на перекрестке улиц Красноармейская и Чапаева не регулировалась никогда. Многие годы этот перекресток являлся участком повышенной опасности, потому что были здесь и дорожно-транспортные происшествия, были и пробки. Здесь находится детская художественная школа. Соответственно, очень трудно было как взрослым, так и детям перейти через дорогу. Установка светофорного объекта – это не один электронный регулировщик на столбе, в данном случае 6 для автомобилей, 8 для пешеходов. Дело не быстрое и не дешевое. Стоит примерно 800 тысяч рублей. Ускорить процесс краснодарцы попросили главу региона из-за того, что машин на перекрестке проезжает много, а рядом несколько школ. После встречи людей с Александром Ткачевым светофор появился уже через месяц. По обращениям к губернатору можно изучать географию Краснодарского края. Люди приезжают не только из крупных городов, но и из самых отдаленных уголков Кубани. Проблемы, с которыми идут, тоже абсолютно разные. Объединяет одно – когда все инстанции пройдены, бумаги отписаны. Решения нет – эти люди ради результата готовы идти до конца. Хотелось, чтобы мамочки были рады, и дети в том числе в первую очередь, то, что здесь есть площадка. Если ты хочешь что-то добиться, ну, по инстанциям идешь, конечно, сначала к своему главе обращаешься района, потом вот следующая у нас была инстанция уже глава города, ну и дальше уже до губернатора дошли. То есть и вопрос решаемый, решаемый. Полностью облетала штукатурка. Очень некачественно был сделан низ школы, и тем более предстоящие затопления, наводнения, которые, а там был грибок. Он очень много, конечно, беды сделал. Лепнина наверху, то же самое, вот видите, каким образом она облетала. Директор музыкальной школы в небольшом Новокубанске вспоминает, как недавно стены еще трещали по швам. Ремонта полувекового здания бывшего кинотеатра ждали 13 лет. А ведь в прошлом году школа вошла в сотню лучших школ искусств России. С мертвой точки дело сдвинулось, когда за 200 километров из Новокубанска в Краснодар в небольшом городке решились отправить Ольгу Назаренко. Вместе с сыном она записалась на встречу к губернатору. Тогда, в прошлом году, 9-летний Назар лично попросил Александра Ткачева отремонтировать здание школы. Я хотел, чтобы отремонтировали музыкальную школу. Там очень хорошая учительница, учителя. Я хочу, чтобы все там отремонтировали, а школа стала очень красивая. Кто мне позвонишь, ты мне скажешь, как там дела. Сделали или не сделали? Большие дяди. Хорошо? Хорошо. Ну, молодец. Как выглядела музыкальная школа тогда, сейчас можно увидеть только на фотографиях. Здание отремонтировали, сохранив при этом все нюансы исторической архитектуры. Кроме нового фасада, школа получила и новые музыкальные инструменты, как и обещал юному пианисту Александр Ткачев. Теперь произведения классиков, признаются Назар, звучат совсем по-другому. Как показывает практика, на встрече с руководителем региона решить можно, на первый взгляд, и незначительные проблемы. Установка светофора или строительство детской площадки. Главное, как доказали те, кто уже обратился за помощью, не умалчивать о своих проблемах. Александр Иванченко, Мария Крошная, Александр Тюкаев, Денис Москаленко, Денис Перец, Александр Брыксин, Кубань-24.